Знаете, отношения России и Китая постепенно переходят с уровня стратегического партнерства на уровень союзничества. Хотя, может быть, никогда так и не будет названо, потому что Великий Китай вообще никогда в жизни никого союзниками не называл. Может быть, никогда не назовет. Но фактически российско-китайские отношения сегодня являются союзническими. Происходит это по той же причине, по какой столь разные Советский Союз и Великобритания объединились во время Второй мировой войны. Объединились они, потому что Германия напала при Гитлере и на Великобританию, и на Советский Союз. Сейчас реально Соединенные Штаты Америки существует агрессию в отношении России, которая происходит в Украине с идеей свержения, смены режима в России. То есть смена законного правительства. В Китае нет никаких сомнений, что если бы американцам удалался их план в отношении России, то следующим стал бы обязательно Китай. Поэтому Россия и Китай объединяются совместно против агрессии Вашингтона, который стремится сохранить свое лидерство одной единственной северной державы, которая бомбит всегда того, кого хочет. Что касается газового контракта, то он, полагаю, выгоден обеим странам. Россия и Китай обеспечивают на 30 лет стабильно энергоносителями, при том, что промышленности Китая нужны энергоносители. И там плохая экологическая ситуация из-за сжигаемого угля. Поэтому особенно ценен в том числе и российский газ, который экологически значительно более чистый. Этот же контракт выгоден на России, поскольку Газпром получает стабильный источник доходов. Одновременно мы будем строить инфраструктуру газовую в направлении Китая. Мы газифицируем и свои южные районы Сибири, что очень нужно для развития нашей экономики на юге Сибири и на Дальнем Востоке. Одновременно мы создаем мощную альтернативу поставкам газа в Европейский Союз, тем самым лишаем возможности Евросоюз шантажировать Россию возможностью отказа от российского газа. Кроме газа, я считаю, что очень важные договоренности были начаты в области строительства совместно российско-китайского широкофюзеляжного самолета, вслед за этим и других типов самолета. По сути дела, мы являемся свидетелем, если все будет нормально, создания третьего, кроме Боинга и Аэрбаса, мощного авиастроительного мирового концерна, который будет производить всю линейку самолетов. И в том числе и военные гражданские самолеты для России и Китая, стран с такими огромными территориями. Кроме этого, прессу это не прошло, но я уверен, что на закрытых переговорах обсуждался вопрос, как Россия и Китай могут противодействовать возможному блокированию доступа наших стран к инфраструктуре глобальной, которая контролируется Вашингтоном. Например, к банковским системам, к так называемой системе SWIFT, системе банковских переводов, системе банковских переводов Маэстро, Мастеркард, к интернету. Тоже не исключено, что в какой-то момент Вашингтон возьмет и постарается отключить доступ России и Китая к интернету. Что сделать в этом случае? Я думаю, что это тоже обсуждалось.